Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 20 октября, и с именина в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых, Сергия Николая Пелагии. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, о радости вам и мира, о Духе Святом. Сегодня также Святая Церковь прославляет образ Пресвятой Богородицы Псково-Печерской «Умиление». Икона была написана неким эромонахом Арсением по образу Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Образ написан так, как приличествует и как подобает по отношению к Богу, добрыми и честными красками тщательно. Был принесен в Печерскую обитель, в игуменство преподобного Корнилия, псковскими купцами Василием и Федором около 1521 года. Особенно прославилась икона в 1524 году многочисленными чудесными исцелениями, свидетелями которых стали жители Пскова и Великого Новгорода. Древняя летопись обители гласит, не только православным подает Богоматери исцеление, но и от иноверных, сирич от латин, немецкие земли, приходившим с верой к Пречистой Богородице и к чудотворному ее образу подает исцеление. В память чудесного избавления города Пскова от осады войск польского короля Стефана Батория в 1581 году при царе Феодоре Иоанновиче святой образ был украшен джемчугом и каменьями, алмазами, изумрудами, яхонтами, метистами. За несколько дней до осады Пскова поляками Престая Богородица чудесно явилась благочестивому старцу Дорофею, предупредила его относительно предстоящего бедствия, объяснив причину постигшего людей за их грехи и несчастья и указав пути выхода из него. Тогда архиепископом был вызван игумен Псково-Печерского монастыря Тихон с печерскими иконами Успения и Умиления, чтобы совершить молебны на местах, указанных самой Богородицей во время своего явления. Враг в течение пяти месяцев, 30 раз штурмовавший Псковский Кремль, отступил, так и не взяв города. Воспоминания этого события чудотворную икону Божьей Матери Умиления ежегодно в седьмую неделю по Пасхе носили крестным ходом из Псково-Печерского монастыря в Псков ко Святой и Великой Соборной Апостольской Церкви Пресвятой и Животворящей Троице. «Чтобы не забывали грядущие роды, победу над врагом, благодаря той чудотворной иконе в ограде Пскове», — говорит летопись. С древних времен Псково-Печерский монастырь славится крестными ходами. В монастырской летописи есть даже отдельная глава «Уложение о чине и обычае, как ходить с иконами Пречистой Богородицы и с честными крестами из Печерской обители в оград Псков», — написанное по поводу установления крестного хода в седьмую неделю по Пасхе, который совершался ежегодно с 1601 по 1918 год. В 1997 году традиция этого крестного хода была возоблена, только теперь икону носят внутри обители — из Успенского в Михайловский храм и обратно. Такой же крестный ход совершается и осенью, 20 октября, на праздновании Псково-Печерской иконе Пресвятой Богородицы. «Умиление». 24 июля 2000 года в праздник Святой Равнопостной княгини Ольги чудотворный образ Божьей Матери был снова перенесен в Псков для участия в праздничном крестном ходе древнего города. Ныне в главном пределе Успенского собора-монастыря прибывает два чтимых списка с чудотворной Псково-Печерской иконой Божьей Матери «Умиление». Цель жизни человека, иными словами, может быть сформулирована в познании самого себя. Потому что познавая себя, человек открывает внутренний мир, а внутри находится Царствие Божье. И это углубление в себя, правильное познание, не самопознание, не самосовершенствование, но в том смысле, как предлагают разные оккультные практики, не развитие в себе гордостных стремлений и способностей, как такого, человека Божья, а правильный духовный путь через покаяние и смирение перед Богом, открывать внутренний мир и его преображать, изменять. является одной из главных задач. Недавно разговаривал с одной прихожанкой, она так интересно про себя сказала, говорит, все время хотела узнавать о своих недостатках. Ну потому что это же интересно, познавая недостатки, стараться их исправлять, изменять, преображать в достоинство. Ну потому что страсти — это поврежденные, извращенные силы души. Каждому человеку Бог дал определенный набор таких тактико-технических характеристик человеческой душе, потому что все мы, произошедшие от Адама, имеем в себе его задатки. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, исходя уже из разных обстоятельств жизни и наследственно-родовых, и собственного расслабления или собранности. Но тем не менее у каждого человека есть воля, есть чувство, есть разум, есть энергии души, сила гнева, печали, стремление алкать, стремление искать славу. И в нормальном состоянии, в состоянии естественном, ну которое было у Адама, я напомню, что мы находимся сейчас в противоестественном состоянии. Поэтому, когда слышишь от человека такое выражение, что естественно, то не безобразно, когда он оправдывает свои скотские похотения, то всегда понятно, что для нашего извращенного состояния, это естественно, стремиться к греху. А в естественном состоянии Адама, силу души, они ее направляли навстречу к Богу. И человек искал славы Божьей, искал, алкал и жаждал праведности, печалился по Богу, гневался на грех, на сатану, «Отойди от меня, сатана!» должен был сказать в свое время Адам, когда перед ним возникло искушение, попробовать нарушить заповедь Божию. Ну, а поскольку мы ходим на голове, то для того, чтобы начать лечение, нужно провести диагностику, определить, чем мы больны, в какой степени, где нужна хирургия, где нужна терапия, а где нужна профилактика. Ну, и познание себя, оно возможно несколькими путями. Но первый и самый важный — это вглядывание, вдумывание, вчитывание, вмаливание в образ Господа Иисуса Христа. В нас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. И поэтому чтение Евангелия, чтение святых отцов, которые в себе этот образ восстановили, оно может дать человеку ориентиры. К чему стремиться? Как Господь себя вел, вел с людьми, вел в отношении к Отцу Небесному, как Он молился, как Он трудился, как Он слушался, как Он был послушлив и отцу, и даже своим ученикам, и даже порой неверующим людям, которые просили Его о помощи. Например, сомневающийся отец бесноватого отрока, который просил учеников, а они не смогли. Просил Христа, и Господь вынужден был его поддержать. Он говорит, «Ну, хоть сколько-нибудь веры, если имеешь, то все возможно верующему. Веруй, Господи, помоги моему неверию». Познание себя через духовное чтение. Узнать что-то важное и настоящее себе можно в своих детях. Дети — это наше зеркало и усваивают не только внутренние наши привычки, но и внешнюю манеру поведения, интонации голоса, формулировки фраз, тон, тембр. Порой дочка говорит, а ощущение, что слышит голос матери. И то, как ведут себя дети, является нашей характеристикой. Яблоко от яблони или не родит свинья-бобренка, а все того же поросенка. Поэтому при правильном подходе не уныло-печальном с опущенными руками, а с желанием потрудиться, смотрим на своих детей. И, видя их недостатки, во-первых, начинаем каяться в них, как в своих собственных, потому что это мои страсти в детях порождают такое безобразие. И, во-вторых, ну да, начинаем работать над собой. Если ребенок унылый и бесконечно ходит с магнитофоном в ушах, не имея возможности ни подумать, ни почитать, ни пообщаться, ну, значит, уныние живет во мне, значит, исправляя свое уныние, могу помочь ребенку. Можно узнать себя в том, как о нас говорят люди. Ну, потому что со стороны оно всегда виднее. Виднее как-то большое видеться на расстоянии. Лицом к лицу лица не увидать. Поэтому часто какие нам делают замечания или в чем нас упрекают, или о чем про нас говорят, в этом есть значительная доля правды. Ну, и, наконец, познать себя можно через то, что мы замечаем в других. Ну, потому что подобное оно видит подобное. и если мы недовольны тем, что люди злые или хамовитые, или вороватые, или нагловатые, то, что мы видим в других, это всегда является в той или иной степени признаком нашего духовного нездоровья. и, видя все это, у человека появляется возможность составить себе анамнез, историю болезни, и, придя в церковь, в церковь не только к священнику на исповеди, а в церковь как в образ жизни, в образ духовной практики искусства святости, человек начинает кропотливый, постоянный и бесконечный, то есть до окончания земного пути здесь, но и в вечности этот вектор, он будет продолжаться, труд над своей душой. О, как интересно! Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok